Первая помощь при ожогах. Что такое ожог? Ожог это повреждение кожи, вызванное высокими температурами, а также оно может быть вызвано воздействием химикатов, электричества и различного излучения, в частности солнечного, то есть солнечные ожоги. Я думаю, что все в жизни имели дело с ожогами, но в ожогах лучшее лечение это, как обычно, у нас профилактика, то есть ребенка никогда нельзя оставлять наедине с горячими предметами и жидкостями, особенно ни в коем случае нельзя оставлять кастрюли и чайники на краю стола, потому что дети подтягиваются за ними и выливают на себя, то есть соответственно подать на личико в первую очередь и на грудь. Никогда не оставлять включенные утюги также на краю столов, мамины щипцы для завивки, утюжки для волос, все это очень опасно и может обережнуться ожогами и соответствующими проблемами. Но что же делать, если все-таки вы обожглись? В первую очередь нужно очистить зону ожога от одежды и еще каких-либо стесняющих предметов, то есть если мы обожглись с вами и одежда прилипла к месту ожога, то нельзя ее самостоятельно отдирать, потому что это естественно дополнительная травма. Нужно будет ее аккуратно обрезать по месту того, как она прилипла и соответственно сразу же просто садиться в машину и ехать в травмпункт. Также снимаем кольца, снимаем все браслеты и часы, потому что место ожога оно может быстро отечь и тогда это все у нас будет сложно будет снять. То есть мы очистили место ожога, все у нас остался один голый ожог на этой вот конечности или туловище. Что нам нужно сделать в первую очередь, это охладить место ожога. То есть наш прекрасный чайник, например, подарил нам большое количество тепла и оно воздействует на кожу и воздействует, повреждает, причем повреждает каждую секунду, оно проникает все глубже, глубже, глубже в кожу. Чтобы это предотвратить, мы должны срочно охладить. Ближайший кран с холодной водой, включаем, вода не должна быть ледяная, но должна быть ощутимо холодная, набиваемся чувства онемения ребенка. То есть мы будем одновременно и останавливать процесс вот этого ожога и одновременно ребенку не будет больно, обезболивающий эффект. Как обычно взрослые это делают, вот мы готовили, обожгли палец, ай-яй-яй, пошли, ну кто знает, тот обычно да, ну большинство людей знает, что нужно под холодной водой подержать. Держит обычно около 30 секунд, потом вынимают, все там боль прошла, немело, конечно все, пошли дальше готовить. И где-то через несколько секунд уже понимаем, что боль снова возвращает, снова ауч. А почему это произошло? Потому что не до конца охладили и повреждение все еще, оно продолжается. Поэтому не меньше 10 минут держим под водой, лучше все 15. Что делаем после этого? Смотрим, оцениваем степень и площадь поражения ожогом. Если мы имеем дело с обширным ожогом, естественно вот этого вот всего вот нету у нас, мы берем тапки в руки и едем быстрее в травмпункт. Если это третья степень ожога, тоже ее можно узнать, потому что выглядеть все будет очень жутко, страшно, красная, черная, обугленные ткани. Естественно это все мы не занимаемся ничем, никакой помощью практически. Сразу же можно обернуть конечность, естественно, чем-то и сразу же едем мы в травмпункт. Если это первая-вторая степень, как опознать первую степень? Это просто покраснение. Покраснение небольшой отек на коже. То есть вам повезло, это самая маленькая степень повреждения кожи, поврежден сам поверхностный слой. Заживает оно самостоятельно без лечения в течение до недели где-то. Нельзя ничем мазать, нельзя наносить ни масло, ни спирт, ни йод. То есть у нас кожа не повреждена, нет проникающего какого-то воздействия. Кожа целая, она просто воспаленная, такая вот поврежденная самим теплом. Соответственно, обеззараживать там нечего, обеззараживать не нужно ничем. Что нужно сделать, это нанести стерильную повязку и замотать, собственно, ну, во-первых, за тем, чтобы ребенок потом не повредил как-то эту кожу или потом, когда она будет заживать, она будет, скорее всего, чесаться, чтобы вот этого всего не было, ну, и чтобы она, глаза не мозолил ваш этот ожог. Это первая степень ожога. То есть мы ничего не делаем, заматываем стерильной повязкой и все, забываем. Если сильно болит, то можно дать ребенку ибупрофен в возрастной дозировке. Если это вторая степень ожога и ребенок у вас маленький, то есть младшие школьники, и если ожог произошел где-то на лице, на гениталиях, в районе ладошек ступней, в районе больших суставов, то есть коленные, плечевые, локтевые, то тоже травмпункт. Потому что там, как распознать вторую степень, это будет то же самое покраснение, только оно будет еще более ярко выражено, то есть может быть багрового цвета кожа. И, как правило, самый явный признак это пузырек. Пузырь или пузырек. Пузырики ни в коем случае нельзя вскрывать самостоятельно, они предохраняют ожог, под ним кожа заживает. Он сам самостоятельно вскроется через несколько дней или часов. И вот когда он вскроется, тогда у нас действительно там под ним будет поврежденная кожа. И вот ее нужно будет защищать от инфекций. Чаще всего, естественно, там мы уже используем антибактериальные мази, например, бакцитроцин или мупероцин. Наносим тонким слоем два раза в день и тоже стерильная повязочка у нас всегда. Но в трампункт действительно стоит все-таки доехать, потому что в таких ранах, в ожогах со второй степени и выше тоже необходима профилактика столбника. Ну и сами вы тоже не всегда можете оценить степень повреждения кожи, поэтому если ребенок маленький, то обязательно тоже нужно в трампункт. Там врач вас уже осмотрит и все остальное оценит и научит уходу за раной. Продолжение следует...